Доброе утро дорогие друзья! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade TV. Мы начинаем программу инвестиционные идеи за сегодня. Сегодня у нас уже 16 декабря 2019 года, понедельник. Желаю всем успешной трудовой недели. Эта неделя у нас активная, рабочая, ну а следующая уже там Christmas. На следующей недельке немножко все будет поспокойнее, хотя у нас, так сказать, поскольку праздников нет, то у нас, естественно, торговля будет идти в обычном режиме. Итак, давайте посмотрим, что нам говорят фундаментальные технические анализы и примем решение как торговать сегодня. Меня по-прежнему зовут Игорь Суздальцев и мы смотрим прежде всего на технический анализ на платформе MetaTrader 5 компании SwissQuadBank. Давайте посмотрим, коллеги, на евро прежде всего. Вы помните, что у нас был резкий рост на прошлой неделе, а вот в пятницу мы, получается, решительно и стремительно пододбиться. Мы снижались в течение дня. Это не за одну секунду произошло. На 65 пипсов мы подсели в пятницу, но сейчас мы пытаемся вернуться. Мне кажется, тема еще не отыграна. Во всяком случае, сегодняшний рост вполне допустим. Ключевой точкой, конечно, 1.1169 по-прежнему остается. Смогут ли уйти выше нее и закрепиться? Поэтому мы в ситуации пробой-отбой. Но до 69, друзья, еще 20 пипсов. Поэтому здесь можно тоже на этом заработать, на этом движении и тут уже решать дальше. Те, для кого 20 пипсов – это допустимый ценовой рендир в стратегии, конечно, евро растет, растет уверенно. Сегодня есть возможность заработать. То же самое с фунтом. Фунт подсел, давайте посмотрим. Он подсел на 120 пипсов в пятницу. В четверг вырос до этого на 255, то есть наполовину подсел, но удержался. Типичный флаг – рост. Поэтому с утра рост по фунту тоже. Будет ли продолжение? Здесь, на мой взгляд, сильная точка является 1.3450. Вот в этой точке я бы уже решал, пробой или отбой. Пока рост, да, с утра рост. Смотрите, доллар с утра ослабевает, это заметно. Доллар – японская иена. А вот доллар – японская иена растет с утра. Но она всегда живет. Если растет еврик и фунтик, можно покупать доллар по иене. Это уже проверено многолетнее. Доллар – франк падает, снижается. Скромнее назовем, снижается. Здесь есть своя, конечно, сильная зона поддержки. Начинается она с 0.9823. Наблюдаем. Вы знаете, все вот эти падения доллара сегодня с утра неподозрительно вблизи сильных зон поддержки или сопротивления по разным валютным парам. Как бы все это не развернулось. Но с утра пока стоим в продаже доллара. Доллар-канадец. Оба-на! Тут вообще сильное движение. Посмотрите, как с утра доллар-канадец проходит красиво. Сейчас на лоях 36 пипсов. Идет дальше. Коллеги, у нас падает доллар-канадец. Цель его 1.3134. Давайте посмотрим на часе. Третий час подряд летит вниз. Давайте посмотрим на минутном графике. Пробивает ли он? Да, он пробивается вниз, друзья. Он может сейчас провалиться очень сильно. Посмотрите на минутный график. Единственно верный. Он пробивается. Сейчас пробой, ретест. И как бы он не провалился, еще ниже. Так что наблюдаем за канадским. Доллар-канадский доллар. Почему-то очень сильное падение. Ну и ключевым здесь уровнем 1.3135. Австралийский доллар-доллар, друзья, провалился в пятницу. Сейчас пытается отрасти. Но не очень как-то успешно. Слушайте, а не развернут ли до сейчас доллар в сторону укрепления? А у меня, кстати, сработала валютная пара. Какая это была валютная пара? Что у меня сработало? Давайте посмотрим. 12-го числа. 13-го пятницу. У меня сработал евро-доллар купленный, да? Ну да, точно. 16-го. Не сработало, это я его закрыл. Мы же утром это все вместе. Так вот, висит у меня проданный, получается, австралиец. И, конечно, дилемма. Продавать или покупать? Ну, не знаю. Пусть болтается. Смотрим, друзья. Надежда на то, что пойдет не съесть, потому что раз ударились, два ударились, не пробились. И сейчас подозрительно откатывают вниз. Как бы у нас пятничный ужас не продолжился, друзья. Если с утра можно было покупать доллары, сейчас, наверное, можно. Но уже надо ждать, ждать разворота. Смотрите, слишком много знаков и символов. А вот доллар, турецкая лира растет. Известно почему. Эрдоган поругался с Америкой, поругался капитально. Можно ли входить сейчас? Можно, конечно, цель здесь вот такая. А не слишком ли много уже прошли? Не подождать ли просадки? По фундаментальному фактору нет. Ничего не близко подошли. Можем долететь аж сюда. Потому что сильно разругались. Но страшно. Но страшно. А ну как на этом часе? На этом часе он пошел. Видимо, что-то кто-то заявил. Нет, я не рискну. Дакс. Сцепчиком вниз чуть-чуть подсаживается. Сцепчиком ушел вверх. Сейчас подсаживается. Нет, надо Дакс смотреть отдельно. СНП 500. Верю. Верю, что он пробьется наверх. А на 3200 уйдет. Сейчас 378. Верю, жду, надеюсь. Золото, посмотрите, как бьется в отметку 1477. Верю, верю в золото, в пробой. Да, давно пора. Серебро красиво, посмотрите, как проходит наверх. Верю в пробой сегодня. Американский сорт нефти. Третий. Да, третью подряд торговую сессию. Здесь субботнего нет, по-моему, включения. Да, вот 13-я и 16-я сразу. Третью подряд торговую сессию растет. 59,94 в моменте. Да, да, верю. Верю в них. Глобальные новости, коллеги. Центральным событием дня является то, что Кардаган подтвердил закрыть США доступ на две военные базы. Инжерлик и Кюриджик, если Вашингтон ведет санкции из-за приобретения Турции российских зенитных ракетных систем С-400. Ну, вы помните, уже достаточно давно эта тема обсуждается, что Турция берет С-400, а не американский Патриот. Ну, а почему тема, так сказать, является военных баз очень важной? Потому что на Инжерлике находится ядерное оружие американское. О, это серьезное дело. То есть, вообще-то, такой серьезный идет разговор. Эрдоган также сказал, что мы можем рассмотреть вопрос о признании геноцида индейцев. Это ответ на то, что Сенат США признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. То есть, поругались по двум сразу темам на выходных. И по геноциду армян в 1915 году. И по теме, естественно, С-400 или Патриот. Жестко, жестко, может вообще покупать доллар, доллар-лира. Он вообще может улететь же в небеса. У меня такое впечатление, что это может прям сильно полететь вперед. Давайте обдумаем. Далее, коллеги. Токио предложило объявить все Курильские острова частью Японии. Ну как? Да, это сказал лидер оппозиционной коммунистической партии Японии Кадзоу Сии. Ну, неожиданное такое заявление, тем более от коммунистической партии. Далее, друзья. Американцы, кстати, заявили о том, что американская ракета способна прорвать российскую противовоздушную оборону. Корпорация Локхит Мартин разрабатывает такое оружие. И соответствующее заявление сделал генерал вооруженных сил США Джон Раферти. Сам факт, что они разрабатывают так много сил и времени уже тратят на это, говорит о том, что у нас гонка вооружений в космосе в полный рост. В 80-х годах не было таких тем. И смотрите, прям вспыхнуло в один день. Серьезные дела. Компании предупредили председателя правительства Медведева о риске замедления цифровой экономики. Это ясная идея. Господи. Mail.ru. Групп запустит конкурента YouTube на свой лад. Будет видеохостинг, который будет подбирать на основе персональных предпочтений пользователя. Уже все понимают, что Facebook, Google, YouTube, Instagram в России не жить. Это понятно, все как идет, так сказать. Уже никто ни с кем не боится ссориться, ругаться. Ну и вот последняя история, которую мы с вами слышим. Это вот Nginx. Nginx. Медиасервер для стриминга. Два россиянина создали. В году, наверное, в 2011-м они его запустили. Сейчас Nginx побеждает вообще все сервера в мире. Самый такой востребованный продукт. Создали сами за свои копейки. Они продали, очень удачно продали американцам. И сейчас их прессуют. В четверг у них были обыски. И как бы даже непонятно, кто прессует. Сначала сообщили Rambler. Вроде бы нет. Потом Сбербанк. Вроде бы нет. И как бы я даже не пойму, кто прессует. То есть силовики, они как? Они самостоятельно, что ли, действуют? И там, ну, как бы сами основная тема, основная тема заключается в том, что Nginx, эти два человека продали Nginx за 670 миллионов долларов американской компании F5 Networks. Ну, слушайте. То есть вот эти деньги, что ли, привлекают внимание? 670 миллионов долларов так-то нехилые бабки, конечно, да. Поэтому серьезные дела. В общем, что здесь очень плохо? То, что теперь айтишники побегут из страны с удвоенной силой, потому что, ну как? Люди разработали ведущий в мире продукт, на котором сейчас базируется весь стриминг, в том числе и Utrade TV. Мы на Nginx сидим. Ну, просто нам, вам особо и не интересно, какие там медиа сервера поддерживают, да? Ну, я вам говорю, что это Nginx. И то, что их прессует, вообще, одних из самых гениальных людей в России, то, как бы, причем жестко. Ну, что такое обыски дома? Это же не все не шутки. То есть это причина. Завели уголовное дело. Ну, то есть, так зовут их Максим Коновалов и Игорь Сысоев. Это плохой знак. Программисты сейчас поперепугаются. Это чисто вот даже никто не поймет, а почему это происходит. Так что следим с огромным интересом, что с ними будет. Права собственности в России, конечно, очень слабо защищены. И патент получить невозможно в России. А когда люди крутанулись за границей, там все сделали. И тем не менее поддерживали московские офисы, кормили людей здесь. Зарплату платили людям. Все. Их еще и прессуют. Ну, что это такое? Уже все. Уже люди убежали. Ну, а господам Коновалову и Исысоеву я хочу сказать. Ребят, ну, как бы вы тоже уже там не это. Вам сказали, что все. Ну, собрали вещи. При первой возможности собрали вещи и уехали. Ну, что вы будете ждать, пока вам тут по десяточке выпишут, что ли? Это плохо. Это плохо. То есть у нас патентное право и вообще защита прав собственности. Это вообще не существует, по сути. Вот в чем проблема. А это демотивирует людей к труду? Вот сейчас программист сидит какой-нибудь. Может, он что-то еще умнее придумал, чем Менжинс. Он задумается. О, что делать? Потому что этот расклад показывает, что надо уезжать из страны вообще. Ну, и что это будет? Все поуезжают, и с кем мы останемся? Удивительно. Неужели никто не думает об этом? Далее, друзья. Связанная с Rambler компания потребовала заблокировать Twitch. Кто лучше? Ну, там, в связи с трансляцией футбольных матчей из Англии. То есть мы начали уже ругаться со всем миром. Друзья, принят закон о регулировании брокерской деятельности. Документ направлен на обеспечение наиболее выгодных условий предоставления финансовых услуг для клиента. Кто работает с брокерами российскими, то, конечно, почитайте этот закон. Ссылочку в чате я даю. Ну, поскольку мы с российскими брокерами не работаем, поэтому так уж подробно я его обсуждать не буду. Этот закон. Хотя это очень важно, друзья. Обязательно посмотрите. Далее, коллеги. Главная новость Utrade TV в пятницу состоялся у нас с вами. Состоялся форум Utrade TV 2019, где были вручены награды основным, так сказать, нашим лидерам. Также был заслушан доклад Александра Фролкона, X-Group, об инвестициях, как мы будем инвестировать в 2020 году. Было очень интересно, масса полезной информации. Ну, а мы давайте коротко пробежимся по тому, что там было. По фотографиям пробежимся. Ну, вот, значит, вот такие были кубки. Вы видите, у нас лучший трейдер и так далее. Вот это лучший художник, золотой конь мы сделали. На западе золотой лев. Ну, а мы решили, что нам, ваши львы, у нас коники. Вот Евгений Питерский, лучший трейдер первого, третьего квартала и чемпион мира по трейдингу 2019 года. Как вы видите, богиня Ника у него на главном кубке. Далее, коллеги. Ну, вот, Александр Шинков, было супер. Видео, так сказать, нам с мобильника опубликуют. Да, конечно, Александр Шинков, мы с удовольствием посмотрим. Ну, вот первый кубок Евгения Питерского. Юрий Смола, друзья, лучший трейдер второго квартала 2019 года. Юрий сделал сногсшибательное объявление о том, что он создал первый инвестиционный потребительский кооператив, который называется Финпрост. Поздравляем Юрия. И теперь в истории Трейд ТВ начинается новая эпоха, эпоха трейдерских кооперативов. Андрей Малевич, лучший управляющий активами 2019 года, Калининград. Андрей ошарашил всех тем, что его текущая доходность, более 70%, повторяется уже 10 лет подряд. То есть это для него уже стандартная текущая доходность, 70% в валюте на депозиты. Дмитрий Гуринович, ТРД Групп, выступил с очень интересным рассказом об их команде. Я думаю, что это мы еще многократно услышим. И самого Дмитрия и его команду, конечно, увидим. Далее, друзья, лучший художник 2019 года. Евгений Бочаров получил «Золотой конь» за картину «Дикие кони» 2019 года. Поздравляем, Евгения. Владимир Мудряков, лучший трейдер фьючерсами 2019 года, с очень интересными тоже сообщениями выступил. И планы на развитие большие. Это здорово. Александр Фролкин выступил с докладом инвестиций в 2020 году. Создается Marketplace, Aves Group на 6 блоков. В мире аналога нет. Краудфандинговые платформы. Так что я ожидаю, что в четверг или на следующей неделе Александр уже поделится с нами всеми реализованными проектами. Они уже в стадии завершения. Так что планы на следующий год, которые Александр озвучил, исключительно интересные. Илья Коровин, лучший защитник прав трейдеров, прав инвесторов 2019 года, он с некоторой грустью говорит, что вот три года назад получал как лучший акционный трейдер, а теперь как защитник. Ну вот такая жизнь сложилась. Спасибо, что цените мой труд. Да, Илья, я очень надеюсь, что мы встретимся в будущем и поговорим о вас как не о защитнике прав, а как о трейдере, управляющем активами и так далее. Все-таки в нашей профессиональной среде, я надеюсь, все это вернется, потому что, ну, когда-то у всех историй есть конец и новое начало. Далее, друзья, и вот наша общая фотография. Все победители, все вместе стоят, так сказать, с кубками. Ну, и я среди них, естественно. Вот, а это Александр Фролкин делает доклад. Вот здесь вот секретная информация. Изучите все, что он пишет, кто поймет, тот хорошо заработает. Кодовые обозначения. Это Владимир Мудряков, он везде ходит с камерой и у всех берет интервью. Вот Владимир, молодец. Юрий Смолаев. Это Дмитрий Гуринович. Внимательно все слушает, поблагодарил. Говорит, очень интересно. Надеюсь, что получится дальше развивать этот продукт Д-робот. Далее, друзья, первая презентация картины «Дикие кони» Евгения Бочарова. Была как раз сделана. Я перечисляю все ее замечательные качества и стороны. Так что картина уезжает на этой недельке владельцу. Это был... Да, здесь мы не отметили, я еще не назвал, что Андрей Чеплюк получил Кубок лучший арт-инвестор 2019 года. Но просто его не было, он не смог приехать. А так, конечно, и Кубок, и картину он получит, я надеюсь, на этой неделе. Далее, коллеги, ну и здесь мы обсуждаем, что и Трайд ТВ рулит, все веселые, довольные. Ну а что грустить, все нормально, а что? Вот, ну вот с Андреем Малевичем мы здесь пофотографировались, так все получилось симпатично. Это я рассказываю перспективы Трайд ТВ, как мы выходим на новые уровни развития. Вот, у нас тоже план очень хороший, это понятно, это развитие. Три основных задачи я поставил на следующий год. Это развитие алготрейдинга, развитие кооперативов трейдерских и инвестиции в искусство. Уверен даже, что мы эти направления освоим. Вот так, друзья, все было весело, но что-то Тимур рассказывал, что-то грустное сидит. А вот это, друзья, может быть, вы не знаете, это наш коллега Игорь Скайпер, Игорь Куриной из Курска. Он приехал, участвовал в работе очень активно. Так что Игорь Скайпер выглядит вот так. Далее, друзья. А вот в центре сидит такой сосредоточенный. Это Тимур Рассказов. Он у нас тоже в чате. Ну, я надеюсь, скоро будет у нас выступать на Итроек ТВ. И все его спрашивают. Тимур, а ты что такой сосредоточенный? Он говорит, да я всегда такой. Ну, конечно, Илья Куролина был в центре внимания. Масса вопросов. Здесь стоят Юрий Смола, Андрей Евграфов. Масса вопросов по развитию рынка. Где-то полчаса, минут сорок Илью Куролина не отпускали, задавали вопросы. Больше того, потом весь состав практически пошел в ближайший ресторан, пивтрест. И там еще до позднего вечера, так сказать, все темы обсуждались. Как сотрудничать, какие перспективы и так далее. Я очень рад, что вот такое было продолжение, потому что, ну, действительно, многое в таких вот личных встречах и на многие проекты начинается. Ну, и вот Илья Коровин со своей супругой Анастасией Коровиной, они участвовали вместе в работе нашего форума. Вот так, друзья, прошел наш форум. Я вижу комментарии. Север пишет, вот о чем сейчас задумался, а кооперативщиков не постигнет участь Энджинкса. И Алексей Латышев пишет, продажи американцам. То есть, если кто-то продаст свой кооператив американцам за 670 миллионов долларов, ну, что могу сказать. Я порадуюсь за этих людей. Юрий Смола, вам тут идею подали. Вы так подумайте ее. Ну что, друзья, двигаемся дальше. Вот такой форум у нас замечательный состоялся. Все, кто были очень довольны, очень много контактов, полезных связей, полезных идей. И я уверен даже, Юрий Смола настолько блестяще выступил по кооперативам. Я уверен, как я говорил, 6 команд работают. Вот одну команду вы уже знаете. Это Юрий Смола. Членов команды он будет называть сам. Кого назовет, кого не назовет. Я как бы, это не мое занятие. Все вообще степени направления пиара каждый кооперативно определяет сам. Но могу вам уверенно сказать, что после его выступления я общался с людьми, в том числе с другими командами, которые там были, которые собираются открывать кооперативы. Все сказали, да, очень интересно. И, так сказать, мы пойдем дальше по этому пути. Тоже планируют, ну, может быть, не в декабре, может быть, в январе, я думаю, второй кооператив. Мы можем увидеть. Хотя эта тема очень серьезная, ответственная. Это бизнес, в котором надо знать все детали. Без сомнения, я всем командам говорю, что, ребята, здесь только серьезное, глубокое изучение. Потому что это большая ответственность. Ну, парни все серьезные, они без меня это знают. Я как бы могу это и не говорить. Ну, все-таки, конечно, говорю. Далее, коллеги. Мы поняли вас, естественно. Все, коллеги, двигаемся дальше. Так вот, я про форум могу много рассказать. Ну, я думаю, что мы после, так сказать, через пару часов, когда я буду завершать, я еще подробнее расскажу, естественно, о некоторых моментах. Ну, а сейчас будем завершать свою работу. Давайте посмотрим, что говорит монета по нефти WTI. Напомню, что в пятницу монета показала сэл, а был бай. Давайте сегодня монета показала 60% положительных результатов на прошлой неделе. Это среднегодовой стандартный показатель. Давайте спросим, что она скажет сегодня. Бай, сэл, две стороны у монеты. Опаньки, бросаем. Смотрим, волнуемся. Бай кверх ногами, значит, после обеда будет усиление покупок нефти. Такая основная идея. Макроэкономические индикаторы сегодня. Выходных нет. Понедельник тихий, обычно аналитический день, хотя прошлый понедельник был не тихим и не аналитическим. Но, как правило, все-таки. Но вот сегодня я не вижу никаких серьезных действий Центробанков или выступлений. Пока, во всяком случае, ничего мне в глаза не бросилось. Подводим итоги, коллеги. С утра мы наблюдаем укрепление разных валют по отношению к доллару. Но я хочу сказать, такое впечатление, что все, рост остановился. Вот сейчас в моменте рост остановился и будет разворот. Поэтому будьте бдительны, друзья. Мне кажется, это тема очень серьезная. Разворот доллара в сторону укрепления. И мне почему-то кажется, из того, что это идет, знаете, тотально, что это может быть по всему фронту и произойти. Глобальное укрепление доллара, на мой взгляд, сейчас не исключено. Но понедельник, например, недельные аналитики. Слушаем внимательно других наших спикеров. В понедельник вообще что-то говорить, так сказать, более-менее утвердительно, достаточно трудно. Поэтому, скажем так, остановлюсь на хитрой аналитической формуле. Ожидается некоторое укрепление доллара во второй половине дня. Осадки и укрепление доллара. Вот два прогноза на вторую половину дня. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.